Здравствуйте! Это новый выпуск рубрики Глобус. Отправляемся в очередное путешествие. Сегодня посетим швейцарское местечко Засвю. Там в нынешнем году побывали томские спортсменки. Они участвовали в крупных международных соревнованиях, по ледолазанию домой привезли медали и массу впечатлений. Итак, сегодня в рубрике Глобус. Засвю от тренера Елены Темиревой. Это было мое первое знакомство с Европой вообще. Поэтому было море впечатлений и такие яркие воспоминания о поездке. Они присутствуют и до сих пор некое сравнение России с Швейцарией у меня происходит. Для меня было много удивительных вещей. Например, такой момент, что у них поезда ходят четко по расписанию. Я привыкла, у нас можно поезд за 5 минут раньше уйти, на 50 минут позже уйти. А у них если написано, что он идет в 16.59, значит он придет в 16.59 и уйдет в 16.59. Точно по швейцарскому хронометру. В 16.58 нельзя сесть на этой же станции на поезд и уехать. Значит уедешь не в том направлении, собственно говоря, как мы так и сделали. Потому что 4 минуты до отправления нашего поезда приходит поезд, мы у него садимся. Он через 3 минуты отправляется и мы уезжаем не в том направлении. Нам пришлось возвращаться с пересадкой, для того, чтобы потом сесть уже на следующий рельсовый наш поезд и поехать до нужной нам станции. Вот эти скоростные поезда, которые не делают... Это очень быстро, скорость на километров 300 в час. Причем мчится он по горной местности. Мы прилетели в город Цюрих, у которого высота 200 метров над уровнем моря. А через 3 часа мы вышли на станции, которая находится на высоте 1600 над уровнем моря. И за счет такого быстрого передвижения, быстрого набора высоты, прям в момент поездки уши закладывало очень сильно. Ну вот вы прибыли в этот городок со Сфи, что он из себя представляет? Мы приехали очень поздно вечером, добрались до нашего места, где мы жили, в шале. Решили, сейчас мы пойдем купим продуктов. Нам местные говорят, нет, не купить. Мы такие, ну хлеба хотя бы молока. Продуктовый магазин закрылся в 19.00. И до 10 утра вы ни в один магазин не попадете. Я говорю, как так? Ну и в общем для меня было удивительно. Но на самом деле жизнь начинается в 10 утра, а заканчивается в 6 часов вечера. Вот и как раз это удивительное место, которое мы утром начали узнавать, разведывать. И которое для меня стало удивительным местом вообще. Это город, в котором нету передвижения автотранспорта. Городок, в котором двигаются только на электротранспорте. Электротранспорт примерно такого же размера, как я, ростом. Маленькие электромобили. Такое ощущение, что какой-то город незнайки. Маленькие, правда, городочек. Невысокие дома. Все находится на горных холмах. Городочек находится, Сосфи находится в цирке, в горном цирке. И вот он стоит посередине этого горного цирка. С трех сторон там идут горнолыжные трассы. Это очень любопытно наблюдать на кафе. Кафе, расположенное на высоте 3,5 метров. Оно крутящееся. Ты сидишь в кафе, оно крутится по часам. Седьмое небо, как в Москве. Да, примерно. Правда, он не работает сейчас временно. А там работает. Да, и можно было съездить, попить кофе. Мы так акклиматизировались. И вот на этих машинках можно передвигаться. Есть машина, электропоезд. С вагончиками. Сделан, да, такой. И вагончики. И это местный автобус рейсовый, который возит людей по этому городу. Также там мы оплачивали так называемый дневной взнос за то, что ты находишься в этом городе. И вот по этому скипасу дневному ты можешь передвигаться на рейсовых автобусах между городами ближайшими. Пользоваться там какими-то еще услугами в бонусе. Такой удивительный момент был. Приятный бонус, как оказалось, для нас. Магазины, на самом деле, у них работают с 10 до 12. 12 часов, называется, начинается сиеста часов до 4, потом 5, 4 до 6 работают, и все. Потом они опять перестают работать. Местных жителей 8 часов на улице уже вообще совершенно никого не найти. Даже горнолыжников так, ну вот мимо человека 2-3 проходят, не более там. Оказалось бы, зона такая туристическая. Ну да, но как выяснилось, что этот горнолыжный курорт, он местного значения швейцарского, и собственно говоря, такой ажиотаж он оживал на выходных. Мы выходные застали, в пятницу вечером стало наезжать очень много народу, причем постречались и германцы, очень много германцев. Как раз были снегопады на выходных, прям с утра мы просыпались от того, что каждое утро бух-бух, взрывали лавины. Причем часов в 6 утра мы просыпались, там все начинало греметь вокруг, взбивали лавины. Ну нам было не страшно, да, потому что наши соревнования проходили в таком интересном месте. Это была подземная парковка, 11-этажная парковка. И вот этот центр парковки, ну как бы заезд там на каждый этаж, по кругу происходит. И в центре вот этого круга находилась конструкция, по которой мы лазили. Погода внутри не меняется, в зависимости от, например, на улице тепло, а там примерно как в пещере. То есть там тренажер, вот там снаряд. Да, находится прямо в середине этой парковки, да, внизу залитая конструкция. Это впервые так, да? Ну я вот увидела такое впервые. Обычно сосульки они стоят. Да, на улице там все. Скалодромы на улице. Здесь вот именно таким образом они залили, снизу все прочистили, весь лед убрали. И вокруг сухая конструкция именно для трудности. Ну, собственно говоря, и трудность тоже проходила. Элементы трудности происходили на льду. Для некоторых это было даже, как бы сказать, необычно, потому что привыкли работать. Трудность сейчас на сухой конструкции. И вот те, кто не умел именно не с фифами на скорость, а с молотками лазить по льду, собственно говоря, были в проигрыше. Ну, вы же получили позитивные эмоции на самих соревнованиях, да? Ой, ну да. Я говорю, во-первых, мы ехали, у нас такой был мандраж, потому что это были первые международные старты. Вообще первый старт, на которых Томска ОООС представляла уровень подобных соревнований. Ну, вы, конечно, больших даже каких-то грандиозных таких планов не строили, что, ну, а потом, когда выяснилось, что можем и победить, уже был настрой такой, на результат. Мне кажется, можно сейчас вспомнить те результаты, назвать фамилией героини. Ну, да, у нас получилось, что мы в виде трудности завоевали, наверное, два призовых места. Это Юлия Филатева заняла второе место, Ира Амбарцумова заняла третье место на соревнованиях. И в виде скорости у Юлия второе место, также у Филатевой. Три медали домой привезли? Три медали мы домой привезли, да. А вот чисто швейцарские какие-то еще для себя открыли вещи? Как вот, что там знает простой среднестатистический человек? Швейцарские часы, швейцарский сыр? Конечно, как без этого. Ну, так как мы занимаемся там туризмом, альфинизмом и уже давно знакомы со швейцарскими часами, основные подарки, которые мы везли домой, это швейцарские ножи. Да, кстати, это уже красненькие такие, двух фирм. Да, вот. Ну, конечно, не обошлось без швейцарского шоколада. После этого был какой-то период, что я даже не стала есть шоколад дома. Ну, он, правда, очень вкусный, но, правда, такой дорогой. Ну, собственно говоря, как и все цены, я не ожидала, что будут подобные цены вообще. Я всегда говорю, что Швейцария очень дорогая страна, но пока, собственно говоря, мы не съездили. Ну, чтобы настолько. Потому что, когда ты покупаешь булку хлеба за 200 рублей и курицу за 800, думаешь, ё-моё, можно вегетарианцем стать. Хотя, когда смотришь цену на картофель, думаешь, нет, и вегетарианцем тут тоже не быть. Ну, да, такие вот моменты. Потому что у нас, мы когда прилетели в Цюрих, мы добирались 300 километров, за такую же цену, как у нас обошелся перелет от Новосибирска до Цюриха. Знаю, что теперь вам предстоит неблизкая поездка в Италию. Пожелаю, чтобы вы отведали знаменитые итальянские кухни и, конечно, завоевали медали на международных соревнованиях. Спасибо, да. Мы к ним готовимся сейчас, очень активно к этим соревнованиям.